Распоминается всегда, что в народе. А вот именно рассказывают, когда люди не могут, не хотят работать. Одна же говорит, батюшка нанял цыгана, убирать сено. А цыган-то какой, не работе, ему не надо. Вот они в шалаше лежат, батюшка ему утром говорит, ты, сын мой, посмотри, там какая погода. Он вышел, смотрит, дождь. Батя заморачал на здоровье в шалаше лежать. Опять дождь уже кончился. Сын мой, иди посмотри, как там погода. Батюшка лежит там. Он вышел в солнышко. Батюшка пролупила на пропасть. Вот это у нас сегодня заморачало на здоровье. Это Виктор с Сергеем застряли в Корчино. На Сергеевой машине поехали. А она, машина-то слабая. А я никак не мог понять, почему они застряли. Наша-то машина, на которой мы ездили, то у нее ведущая все. У нее высокая осадка, она не боится. Витя, когда едет, говорит, вот как танк под тобой. Говорит, идет. Там стоят машины по сторонам, застряли, а у нас нужды нет. Мы практически нигде ни разу не застряли. И вот это пролупило на пропасть. У нас сейчас пролупило с Володей опять идти. Надо сейчас мокрый костюм наденем. Охота нам последнюю свалить. Ветлиная. Одни веточки, если она повалится, они достанут до проводов и замкнет. Так что, помните о нас. Мы здесь рядом. Перевалить она длинная такая. Володец беспокоился, у Лужкова там трактор стоит маленький. А мы посмотрели, трактор он не пользуется. Он травой зарос, линьков его чищит. Видите, как это тракторенок-то где. Ну, не задело же ведь? Нет. Ну, ветки упали. Дерево-то большое. Местер надо тянуть. Веревку вверху захватить и тянуть. А залезть и как? Сыро, скользит. Володя, не могу лезть-то. Да и высоко, да и опасно. Он берет топор, говорит, надо ступеньки вырубить на дереве-то. По ступенькам. Дерево маленько наклонно-то. У кого одной рукой топор большой, так и не получилось. А у него крючок в дерево. Я давай тогда кидать, как вот ковбой. Лассо кидает. Лошадей ловит. Кинул и сразу заселил. Там крючок. Я давай тянуть. Володя тут же его бац и обрезал дерево. И оно рухнуло и не задело провода. А второе нависло. Там надо человека 2-3 тянуть ее, чтобы... И пока, не знаю, ветра такого-то нет, если бы в том бы направлении дуло. Вот у нас почему нет бульдозера. Четыре дня стояла погода, солнце, они приехали. Как только двинулось, вот это, заморачало на здоровье. И они сразу, мы сегодня приезжаем. Хотят 6 часов вечера пригнать платформу, на ней тратка. Не знаю, как они пройдут. Алексей утром еще сообщал. Там где-то они едут, где-то едут. За боковым. Тут погода хорошая. Вот как бы здесь-то дождь идет. Если они застрянут, ну какие опытные. Им придется 12 километров здесь трактор этот ссаживать. И своим ходом гнать. А меня это не касается. Им это ущерб, конечно. А они за расстояние берут 150 километров. За 150 километров я должен оплатить туда и сюда. То есть за 300. Это 21 тысячу примерно отдать. Ну я с ними не спорю. За один конец. За йогарь вы, может быть, ей тут не сможете выполнить. Я еще буду платить. Только за один конец. А за второй, наобратно. Это когда все сделает, по согласию, тогда я вам заплачу. Я не согласился. В прошлом году он согласился. И даже наобратно, на половину сыны. Потому что у нас тут недалеко второй объект. Если как Бог все укладывает. А пока мы здесь были с Володей, я залез на крышу, посидел полчаса. Ты мне самую неводную, какую-то арманную подушку найди, подари со склада. Я отсиделся. Там, едва встал. На костях-то сидеть неудобно. Ну все. Спасибо. Спасибо Господу. Смейте. Все. Все. Продолжение следует...